Девушки отдыхают В этой витрине представлено декоративно-прикладное искусство в Китае. Вы видите, что предметы сделаны из различных материалов, поэтому мы здесь представляем изделия из кости. И здесь самым, наверное, интересным предметом является вот этот шар. На подставке это кантонский или дьявольский шар. Кантонский он называется по городу, по школе, где изготавливались эти предметы. Дьявольские, как его называли уже люди, за терпение и усердие, которое нужно было для изготовления предмета. Если вы приглядитесь, то увидите, что внутри этого шара есть следующий слой. Внутри этого слоя есть еще один слой. И так они уходят в глубь шара. Это слои, все они вырезались в цельном куске кости, в цельном шаре. Нужно было прорезать основные отверстия к центру. И затем уже L-образным таким резцом выделялись следующие слои. А на них уже наносилась резьба. Такой орнамент интересный. Из дерева, из металла. Вот такие замечательные блокетки, металлические, сувенирные, которые мы отреставрировали специально для этой выставки. Внимание здесь можно обратить на маленькую туфельку. Может показаться, что это сувенир, что это декоративная туфелька. Но на самом деле это китайская мода, когда стопа агренская деформировалась. И это на самом деле размер стопы. Здесь на фотографии как раз вы можете видеть, это пример, точнее, можно почти не увидеть, да, вот эти вот туфельки у женщин, которые торчат внизу блюд. На самом деле, конечно, это ужасная болезненная процедура, которой пользовались в основном представительницы богатых семейств. Потому что при такой деформированной стопе работать было невозможно. Самостоятельно нужно было иметь слух. И мода просуществовала долго, даже несмотря на попытку ее запретить. Уже вверху все понимали, так скажем, не гуманность, но люди все равно продолжали следовать моде. Поэтому мода, она может быть опасной. Изделия из фарфора, с какой-то испражающей традиционной одежде китайского игрушка. Такой болванчик с качающейся головой. И изображение Гуды-Милу-Хо. Мы привыкли называть его Гуды. На самом деле, это такой монах. Изделия из металла. Фарные участки с изображением дракона, священного символа Китая. Изображение дракона на жёву-хоу в палате. Это, например, император. Фляда. Ну и можно обратить внимание на деревянного лесного льва. Кому-то он может показаться субатой. По самом деле, это такое традиционное, для Китая усердненное изображение. Я знаю, что львы только связаны с вашим городом, да, или изображения здесь найдены. Кто был, например, в Петербурге, видели львов с шаром. Вот здесь этот шар тоже можно увидеть под шеей льва. Это драгоценная жемчужина. То есть эта традиция, она тоже приходит к нам из Китая, такого изображения львов. Детский вариант. Детский вариант. Детский вариант. Детский вариант. Детский вариант.